Глобальное обновление и перезапуск сервера Майн Годс. Полностью переработаны игровые режимы, гриф и дуэль. Безумное количество подарков в лобби. Новые привилегии с новыми возможностями. Помимо этого мы изменили сайт в лучшую сторону. Теперь можно приобрести не только привилегии, валюту, кейсы и магическую пыль, а также и любые предметы, которые будут полезны на гриферском сервере. Также была добавлена новая авторизация с возможностью управлять аккаунтом через ВКонтакте. Обо всех нововведениях можно рассказывать очень долго. Легче зайти и посмотреть самому. Бескрайний мир полный приключений ждет тебя на ламповом сервере богов Майнкрафта Майн Годс. Айпи и все ссылки в описании. Всем привет, меня зовут Скрэч и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сегодня со мной челлендж. Всем привет, ребята. И это новая серия жизни симбиотов. Погнали! В общем-то, ребят, сегодня ко мне впервые в гости в этот летсплей пришел мистер челлендж. И сегодня он мне поможет ответить на самый главный вопрос. Кто же все-таки сильнее, Халк или Веном? Я думаю, Человек-паук. В смысле, Человек-паук? Ну, вот так вот, да. Нет, нам все-таки нужно будет узнать, кто сильнее, именно Веном или Халк. Как ты думаешь? Ну, слушай, я думаю, все-таки Веном будет посильнее, чем Халк, потому что, как минимум, у него больше способностей. А у Халка всего лишь физическая сила. Ну, знаешь, мы это проверим, потому что Веном только карабкаться по стенам умеет и увеличиваться в размерах. И сегодня, ребят, реально схватка века. И помимо этого мы сделаем целых две инъекции Халка. Да-да, ребят, есть целых два способа сделать из мистера челленджа Халка. И проверим, какой Халк будет из двух сильнее. И уже этого Халка мы сравним с Веномом. И помимо этого, ребят, я хочу скрафтить одну очень важную штучку, а именно брифкейс. Это специальный чемоданчик, который будет находиться у меня в инвентаре. И попасть в него можно будет только по паролю. И я хочу хранить там различных симбиотов, ну а также секретные костюмы. А чего у тебя сундук пустой? В смысле, а откуда ты пароль знаешь? Путем подбора. Какого подбора? Я же хакер, ты что, забыл? Ребят, ну вы поняли, да? Вы поняли, блин, взломал мой сундук, да пароль будет поменять. Понятно, мистер челлендж, понятно. Короче, смотри, для того, чтобы нам сделать из тебя Халка, нам понадобится много урана. Но благо он у нас есть, и надо будет всякую фигню сжечь. Допустим, 16 селмодигом. Зачем они нам нужны, не понимаю. И возьмем уран. Нам понадобится целых два урановых блока. Это в лучшем случае. В идеале скрафтить побольше. Также, ребят, нам понадобятся пустые инъекции, поэтому размножим одну из инъекций. И давайте прямо сейчас зайдем в экстрактор. Засунем сюда, получается, вот эту пилюлю уранблок. И смотрите, есть два способа. Первый способ при помощи воды. Второй способ при помощи лавы. И мы сегодня испытаем целых два способа. Так, ну по-моему, водички должно хватить. Давайте посмотрим. Вот первый способ. Ага, 5000 фе энергии. И стоп, что я? А, нужно местами эти штуки поменять, я понял. И прямо сейчас там варится инъекция Халка. И не получилось, я понял. И получается, если поменять воду на лаву, это будет совершенно другая инъекция? Да, там будет вторая версия Халка. Ну смотри, вот эту вот, которую мы пытаемся скрафтить, у нее всего 10% шанс. А там, где нужна лава, там 20% шанс. И знаешь, я так понял, нам понадобится реально очень много ЕМЦ. Поэтому все ненужное я предлагаю сетовать. Стол трансмутации. Что это было? У меня сейчас в ушах какая-то вибрация была. Ну, кстати, я тоже это слышал, какой-то треск странный, да? Да, 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 да. Что это такое? Я не знаю, мне страшно. Так, ладно, надо быстрее блок урана еще один сделать, ай, отравление. И давай попробуем еще раз с вот этим 10% шансом сделать инъекцию. Если не получится, то будем уже пробовать вторым способом. Так, вкладываем водичку. Опять варится, крутится. Пожалуйста, ты сможешь. Ребята, инъекция Халка блевотного цвета получилась. Вот это, я ее уже забрал. Просто посмотри, как она выглядит. Она выглядит очень странно. Кстати, в твоих руках она выглядит довольно-таки красиво. Смотри, кстати, что у меня есть. У тебя есть сталь. Ты ее у меня украл? Нет. А где ты ее взял? В печке. Ты мою печку ограбил? Ну, она там лежала, я взял. Логично, я понял, я понял. Кстати, я тут заметил, у нас ведрышек лавы в столе трансмутации просто нет. И знаешь, хорошо, что я веном и могу быстро бегать, так что я быстренько смогу сейчас бегать за лавой. И получить ее, и сделать вторую версию Халка. И знаешь, мы по очереди проверим, и потом сделаем бривки из для того, чтобы никто точно наши секретные технологии и разработки не украл. Хорошо, давай, жду тебя тогда дома, раз ты такой быстрый, я буду ждать. Хорошо. Так, ребятки, я нашел лаву, но она находится просто на вершине горы. Но я же, веном, я умею ползать по стенкам. И это просто безумно круто. И я надеюсь, до той лавы я доползу. Но чуть теоретически должен доползти. Так что сейчас паркур, молодежное движение там, или как там говорится. И забираем лаву, я забрал. И, кстати, она почему-то не забралась. Ммм, магия вне Хогвартса. О, а, кстати, у меня еще ведрышки есть. А, я мог, кстати, по лаве проплыть, я же не получаю урон. Ну ладно, в принципе, у нас есть стол трансмутации, так что я погнал домой. Здравствуйте, мистер Челлендж, я добежал, но даже не потушился, прикинь. Что-то я... О, все, наконец потушился. Ладно, смотри, нам понадобится несколько ведрышек лавы. Э, стоп, что? А где, а где лава? Не принес, походу. Ха-ха-ха, ладно, сейчас приду. Челлендж я принес, теперь точно принес. Поздравляю. Да, засовываем в столик трансмутации, нам понадобится несколько ведрышек лавы на создание этой инъекции. Так, также нам понадобится пустая инъекция, ну, в принципе, логично. И кладем ее сюда, это сюда, и теперь заливаем лавой. И это, кстати, будет стоить гораздо больше ЕМЦ. Тот крафт стоил всего 5000 ЕМЦ, а этот, эээ, да. Ну, с первого раза не получилось, получится со второго, я считаю. Я тоже так думаю. Ну, по крайней мере, надеюсь. Кстати, стол питомен зачарования можем на первое время скинуть сюда. Так, скрэч, а сколько нам нужно ЕМЦ? Я просто в сундуке у тебя вижу 43 лазурит, и это 37 тысяч. О, это, это, кстати, вообще идеально. Давай засунем, и еще сможем блок урана достать. Спасибо, внимательный изучатель моих сундуков, да. Ну, мне же надо что-то воровать, правильно? Я тут присматриваюсь, так вот. Ну, правильно, правильно, как без этого, блин? Так, ну, кстати, можно посмотреть, тут реально у многих вещей есть большое количество ЕМЦ. Челлендж, челлендж, получилась еще одна инъекция Халка. А, она чуть ярче, чем вот эта. Да, ой, посмотрите, ребят, как оно там меняется, переливается. Ну, ладно, активируй какую-нибудь из них, вообще любую, и будем смотреть. Они абсолютно разные по своим свойствам. Давай начнем с болотной. Давай, давай, и что там, что там? Ну, мне дали одно, одно дополнительное сердечко. И я могу делать вот так. Ребята, просто посмотрите, как выглядит мистер Челлендж. Это, в принципе, все, что я могу. Такой болотный реально Халк. Так, слушай, давай я выколю прямо сейчас инъекцию Венома, попробуй меня в теле Халка вот этого вот стрёмного ударить. Ребят, ну это просто, это не Халк, это какой-то клоун из цирка, мне кажется. Ну, смотри, у меня есть сила, у меня есть доп. здоровья, высота прыжка, и урон от падения у меня либо снижен, либо его нет совсем. А, я понял. Ну, а ну-ка, надень на себя костюм Халка вот этот вот. Ударь меня, наконец-то, кипа... Ты мне ничего не снял. Одно сердечко. Круто, круто, спасибо, спасибо, ты такой крутой, Халк. Так, ладно, выкалываю эту инъекцию. А, кстати, высота прыжка у тебя нормальная там? Ты, кстати, забыл уменьшиться, ты ж гигантом так и останешься. Ну, где-то два блока у меня прыжок. Ну да, ровно два блока, неплохо, в принципе, кстати. Уменьшаемся, в общем, выкалываем эту, кидаем её сюда, и теперь используем вот эту. И что, получилось? О, здесь уже кое-что другое. Когда я активирую это, у меня появляется целая строчка дополнительных ХП. Я могу увеличиваться в размерах, наверное, ещё больше, чем раньше. И ещё есть какая-то непонятная способность, но, скорее всего, это что-то типа ярости. Так, челлендж, а ну-ка спустись, ударь меня сначала просто, а потом с яростью. Мы протестим и скоро начнём схватку, и это будет просто безумно круто. И надо, кстати, чемоданчик сделать. Так, что там нужно сначала универсальный... Скрэйч. А, что? У меня лапки, я не достаю до него. Я понял, я тебе помогу, в принципе, почему бы и нет. Так, смотри, прямо сейчас я по-быстренькому. Мне понадобится 4 кусочка железа для того, чтобы сделать съёмщик блоков и снять этот сундук. Ребят, это очень важно, на самом деле, для того, чтобы сделать брифкейс. Ты куда там уполз? Что ты там делаешь? Я зомби бью, и я не могу сюда запрыгнуть теперь. А у прошлого Халка высота прыжка была получше, чем у этого. Ну, прошлый Халк, ты вспомни, как он выглядел. Он выглядел как чукча какая-то. Ну, у этого Халка ещё есть увеличенный урон от руки и есть сопротивление к огню. Так, слушай, я, кстати, сделал чемоданчик, да, я сюда разные карнажи положу. Вот этот симбио-человек-паук здесь будет самое-самое ценное. Так, ладно. А можно, пожалуйста, дождь отключить? Пожалуйста. О, спасибо. Так, ну что, челлендж, ударь меня сначала обычной рукой. Одно сердечко, кстати, а теперь с яростью. Если я увеличусь, что-нибудь изменится, интересно, нет? О, два сердечка. Ну-ка, ещё раз. А ну-ка, два сердечка. Да, то есть размер имеет значение. Ага, я понял. Так, а теперь с яростью, бабахни-ка меня. О-о-о, почти все хп, три сердечка осталось. Нифига себе. Да, ну слушай, этот Халк гораздо круче, чем тот, это я тебе гарантирую. Ну, кстати, я активирую прямо сейчас Венома. Я, кстати, сражусь с тобой из-за карнажа, из-за Венома. И это очень будет круто так, опа, криперы всякие. Слушай, ну я, я в теле Венома очень, очень крутой. Правда, рукой ничего не сношу. Чё, я такой слабый, что ли? Походу, я мечом буду с тобой драться, ты ж не против. Ну не знаю, не знаю, слушай. У меня-то брони нет никакой, у меня вообще ничего нет. Так у меня тоже брони нет. А, да? Ну я ж Веном, да. Давай поспим с тобой побыстренько, мой этот капец какой-то. И будем сражаться. Так, пока челлендж бежал, мой питомец с кровати уже успел поспать. Чё ты так долго-то? Ну я ж не Веном, блин. Да, ну слушай, у меня будет тактика сражения просто бомбическая. Ну ладно, всё, я предлагаю уже начать сражение. И, кстати, я сразу же подготовлю, получается, карнажа. Так, господи, так вводить пароль здесь в этом бривке, если неудобно. И подготовим карнажа. Ну чё, ты готов? Я ворону убил. Зачем? Я не знаю, она на меня напала. Я понял. Ладно, короче, давай, я прям готов. Я тоже, давай, увеличусь немножечко, вот прям чуть-чуть. О, чтобы у меня было про... Да-да-да, давай-давай-давай-давай-давай-давай. А, я понял, не-не, я тогда уменьшусь. Ну я надо тоже. Так, да нет, ты ж Халк, ты должен быть здоровым в любом случае. Ну так неинтересно, ладно, я готов. Я с мечом, давай, первый заплыв. А, кстати, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Сколько я тебе рукой сношу? Пол сердечка или сердечка, непонятно. За один удар, да? Да. А, ну в принципе, давай, я буду драться рукой тогда. Раз, два, три, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда, 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 х-та-х-та-х. Страшно, вырубай. Так, чё, а как успехи у тебя? Сколько хп у тебя? Фуловый. А, ты хилишься быстро, да? Ну, достаточно, да. Ну, слушай, у тебя ярость, как у меня железный меч, мне кажется. Поэтому, ладно, я активирую железный меч. В принципе, на войне все средства хороши. А сколько я тебя мечом сношу? Чё случилось? Я нажал возродиться, и я остался здесь. Тебя трясёт, как вообще непонятно кому. Давайте я помогу избавиться от твоих мучений. Это, знаешь, видимо, второй шанс от Халка. Это режим ярости. Ужас какой. Да, ну, слушай, давай всё-таки я буду драться ещё раунд рукой. Это, на самом деле, очень весело, ребят. Халк один из самых весёлых персонажей. Короче, раз на три, погнали. Ю-ху. Но ты меня не догонишь. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Так, челлендж, чё тут происходит на линии войны? Ну, как по тебе попасть, ты слишком быстрый. Это так весело, на самом деле. Я троллю Халка, я троллинг Халка в Майнкрафте. Там у тебя было достаточно времени, чтобы отрегениться неплохо, кстати. Так, сколько у тебя хп? Сколько хп? Полторы строчки. Полторы строчки? Я отрегенился очень хорошо последний раз. А, когда у тебя было там нормально времени, да? Я понял, я понял. Ну, слушай, такими темпами мы можем, мне кажется, бегать бесконечно. У меня тоже полторы строчки. А сколько у тебя уже? Полный. Ты вообще полный? Я понял. Теперь полторы, ладно. Ребят, вы поняли, да? Короче, я надеваю инъекцию Халка. Ой, чё? Я надеваю карнажа костюм. И я готов, в принципе, за карнаж сразиться. Проверим, кто сильнее. Так, клиночечки. Ты готов? Уйди от меня, злый день. Муха-ха. Муха-ха. Ну вот, карнаж это один из самых жёстких. А, кстати, ударь меня с яростью сейчас. Хочу кое-что проверить. А, два сердечка, я понял. Я готов капитулировать всё. Я готов капитулировать. Нет, схватку нужно провести обязательно. Это очень важно. Так, ты готов? Раз, два, три, погнали. Ю-ху. Чё, как успехи? Больно тебе? Ну, да. Ну, кстати, слушай, я уворачиваться практически не могу в этом случае. Но я регенерируюсь довольно-таки быстро. Я понял. Ну, у меня ты два сердечка всего снял, и они уже отрегенились. Серьёзно? Да, серьёзно. А, ты не верил? Хе-хе. Я все удары тебе нанёс с яростью. Слушай, у меня сейчас пришла в голову просто гениальнейшая идея. Ща узнаешь. А у тебя сразу две, может быть? Где? Я ту убрал. Посмотри, просто. Не, ну ты очень страшный, очень страшный. В плохом смысле, конечно же. Это очень смешно. Так, подожди, я хочу быстренько домой зайти. А, я понял, нужно уменьшиться. Надо перекусить бы, и тогда сможем Халк против Халка. Это вообще кто такое видел в Майнкрафте? Да такого нигде и никто не видел, мне кажется. Так, слушай, а сколько я тебе рукой хп снимаю? Иди сюда, на. Полтора. А, полтора? А ты мне? А, а с яростью? Три сердечка оставил. Ну ладно, слушай. В принципе, я два твоих удара смогу пережить. Ну ща, короче, проверим. Я готов. Я тоже готов. Давай, раз, два, три, поехали. Я увеличусь постепенно. Йо-йо-йо. Иди сюда, иди сюда, мистер Челлендж. Я понял, спасибо. Спасибо, очень приятно. Капец просто. Ну, ребят, ну вы поняли, да? Это, это Халк. И тут вообще у него практически нет никаких способностей. Плюс одно сердечко, вы серьезно? И выглядит он так стрёмно. Это я такого еще в Майнкрафте не видел. Это знаешь как, в очень странных и глупых мультиках. Ну, слушайте, ребят, я думаю, я думаю, это получилась просто безумно крутая серия с двумя Халками и мистер Челленджем в великаном дядей Степой. Это я, да. И если вам понравился этот выпуск, то влепите обязательно лайк. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши каналы. Ну, а с вами были Челлендж и Скрэч. Всем удачи и всем пока!